как-то однажды один из моих друзей рассказал мне о своих приключениях на реке нижняя цыпа о сказочной рыбалке в этих местах я тогда задумался и сказал себе я обязательно побываю в этих местах но тогда у меня не было ни лодки не мотора и возможности побывать там конечно не было прошло три года и вот он долгожданный звонок раздался позвонил володя и сказал мне дмитрий мы собираемся отправиться на реку нижняя цыпа я тогда закричал я с вами и как точно знал что я найду возможность в своем плотном графике для спали для этой поездки я обязательно хочу там побывать я считаю что рыбалка начинается с того момента как мы все утром загрузились в автомобили и отправились то есть дорога тоже входит в эту рыбалку в эти приключения и мы направляемся наша дорога состоит из 100 километров у нас пути по асфальту и 350 гравийная дорога сложность составляет две реки которые попадаются на нашем пути одна из них река талой на которой нет моста и там мы проходим прямо через реку через брод когда идут дожди эта река не проходима там только можно проехать на уралах иногда даже урала не могут пройти сегодня вы проехали а завтра река разлилась и вы три дня можете три а можете неделю висеть возле этой реки стоять но нам повезло река оказалась абсолютно маленькой мы прошли свободно три у нас автомобиля две так называемых таблетки и мой у вас патриот и теперь ищем место где расход где оставить наши автомобили на дорогу мы потратили фактически целый день вечером довольно счастливые разгрузились на пристани накачали лодки с вечера до для того чтобы завтра не тратить время в одной расположились в одной из машин для того чтобы поужинать но что же жизнь продолжается на улице стоит такой морозец наверно под 0 градусов ну а так в остальном все шикарно добрались мы без приключений первое впечатление о начале наша нашего длинного пути все отлично погода радует люди хорошие несмотря на то что мы стали в 7 30 утра наши сборы затянулись примерно до 11 часов но погода распогодилась стоит полный штиль не сглазить бы конечно но мы собираемся и сейчас буквально 5 секунд и выдвигаемся уже в сторону баунта мы пересекем баунт это примерно 25 километров и там уже пойдем по нижней цепи ну все готовы к плаванию к дальнему походу ну вот наконец настал тот момент когда мы отправились по воде да нам как всегда повезло кто-то в детстве из нашей команды видать ложками чё-то ел чё-то жрал и поэтому у нас появился провожатый который нас местный житель который нас провел по местному фарватеру фарватеру реки которые выходят в озеро баунт это тоже немаловажный фактор потому что здесь есть мелец той с другой стороны и то есть надо знать покуда идти дальше я скажу так что я очень сильно переживал за то как поведет моя лодка и мой мотор под нагрузкой и поэтому в долгие вечера перед подготовкой к этой поездке я проводил перед телевизором смотрел на канале youtube бывалых людей которые делились своим опытом как настраивать правильно лодку как подобрать правильный вид и что вы думаете в результате моя лодка оказалась самой быстрой и не только самой быстрой но и при этом самой экономичной вот этот результат вот что значит учение а безусловно давно мечтал а такой поездки на моторе на дальнее расстояние на машине мы много проехали на 1 на лодке на моторе прикольно конечно сядешь на задницу спрячешься за козырек и едешь вот таким вот образом но чё делать можно смотреть только назад потому что вперед голову не высунешь ветер страшный ветер дует парни все подостали все знаменитые тридцатки сзади впереди идет мужик на вихре на двадцатке по моему ну и за ним идем мы потихонечку и кстати говоря идем не в полный газ до десятом нынде примерно за час мы благополучно пересекли озеро баунт и уже оказались в реке нижняя цепа русло реки просто огромное и река достаточно глубокоотная что комфортно для наших моторных винтовых лодок да парни видите прыгают на лодку где-то не выходят на глистер но пытается расположить таким образом груз где-то мы идем полностью видите такая гладь абсолютный штиль это вообще здорово река просто как зеркало погода стояла превосходная друг от друга не отрываться ребята идут потише тридцатка загружена салара четырехтысячная четырехметровая ну а ривера идет на с девятым винтом поэтому скорость у нее чуть пониже но хотя в принципе все идут достойно мы стали на очередной перекур так скажем перерыв на вот таком повороте анатолий у нас пытается поймать щуку правда рыбы здесь нет здесь и володя выловил еще прошлый раз у нас на лодке на тридцатом моторе на ямахе закончился бензин двадцать литров уже улетела сколько володя на сколько километров 40 копейками 43 километра 43 километра все бензина нет канистра какая-то почему 20 литров то это было это не моя канистра на прохождение по воде 100 километров пути у нас ушел фактически целый день вы знаете река время от времени нам преподносила сюрприз в качестве того что мы где-то попадали на мелководье я например обновил свой новенький винт купленный буквально перед этой поездкой ну немножко пострадал он у меня другие парни тоже налетали на мелководье возникали какие-то не ну такие мелкие проблемы с двигателем на тридцатке на ямахе что-то там было с бензином да мы там меняли баки переливали но в общем то и целом все нормально да мы наблюдали места любовались этой природы каждое место имеет свою красоту просто необходимо дорогие друзья эту красоту уметь видеть какой-то камушек возьмите его в руки и представьте что это действительно алмаз если вы нарисуете себе внутри в голове эту картинку то ваша жизнь будет более красочной более сказочной и более интересной вот так мы в конце концов добираемся до места и разбиваем лагерь для стоянки останавливаемся здесь сегодня разобьем лагерь ночевать будем в этом месте мы настраиваемся на ночлег устроились палатки да Володя тут у нас на улице на улице Зюзман такой идет снежок снежок идет снег великолепная палатка мабиба мабиба как она называется правильно? р-35 р-35 р-34 р-34 да в принципе она на 6 человек с печкой вот такой фирменной с фирменными знаками сейчас парни затопят и будет здесь красота р-35 ранее утро второго дня хотя парни тут подсказывают что оно уже совсем не ранее восходит солнце прекрасная картина на улице свежо но все таки плюсовая температура да так выглядит наш лагерь навес солнечная батарея видите стоит значит две палатки у нас 6 человек в одной 4 человека ночует и мы с Володей вдвоем ВП-2 мини ночуем у парней печка на дровах у них тепло комфортно мы используем газ инфракрасную горелку даже трехлитровые банки на сплаве двухлитровые на сплаве ничего лишнего не брать с собой лодки тяжелые вот они почему тридцатые моторы не везли почему у них скорость такая была сейчас идет борьба да с огурцом с огурцом руками вот сейчас 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 это счастье согласен это счастье Толя только что только что поймал хорошую щуку вот отличная такая вытащил сачком под сачек его затолкал но килограмма на два с половиной наверное такая килограмма на три даже да хорошая утром я лодку перетащил в протоку там мель такая небольшая как бы волоком как бурлак настоящий и вот в такой протоке начал рыбалку вот такие окуня здесь здоровенные красивые но и щуки снимать некогда вокруг стоит тишина красота место действительно кайфовое и вот такой здоровенный окунь ловлю других не кричу молчу фактически с каждого заброса каждый заброс хороший окунь единственный минус да здесь это то что вот вот так встал а дальше идти невозможно видите здесь человек вообще не ходил хвастается своим трофеем первый трофей первый трофей да там еще лежат щучки но вот это хорошее вот это взвешил нет сейчас взвешим сейчас это достанет есть и наконец весы и 2400 2400 2400 2400 да ну что клево хороший хороший экземпляр первая щука у нас щуки помельче мы позориться не будем показывать вот поймали вы рыбу а что делать дальше да а дальше что с ней делать да щучки голову кому нужны щучки головы ну что с рыбой мы разрезаем ее на пласты голову отрезаем и собираемся ее коптить щуку и окуня да потому что ее в принципе а куда ее щуку что с ней сделать до дома ее не довезешь ну а здесь закоптим да но перед домом может быть немножко поймать можно будет то есть мало поймать рыбу нужны и я убị рея просто Чему нам хватило полдня dizer остальные полдня мы чистим остальные частSpark направится сделать коптильню 2 2 но одна часть чистит и рыбу одна делает коптильню Ну, а кто-то готовит уже ужин Да, ребята делают уху Да, все из рыбы Мы на рыбалке Кушки здесь ловятся Вот такие жирненькие, симпатичные На улице ветерок такой дует Погода немножко портится Ну, а мы продолжаем рыбалку Веселить свою душу Дима, ты покажи вон того, какого ты на удочку поймал Да Подел, подел Вот это рыбка, так рыбка была Даже не знаю, что это такое Вот сейчас Даже понятия не имею Ох, какая взялась Красавца, покажи бокам Вот добрые Ах ты Ну, сазан или что это В рыбе не разбираюсь Красавец Красавец Ага, Анатолий, опять Опять О, щучка, щучка Небольшая Небольшая, маленькая Попала в щучка Все нормально Хорошая Да Пойдем Вот такую хитрую блесну Первые дни нашей рыбалки были организованы следующим образом Мы вставали утром Мы вставали утром, завтракали, делали зарядку И потом отправлялись на поиски своих рыбных мест Вы знаете, я нашел свою протоку Она оказалась огромной И рыбы там было просто немерено Искать что-то было другое Ну, не было в этом необходимости Потом мы возвращались на лагерь Делились своими впечатлениями И уже остальное время тратили на чистку рыбы К вечеру второго дня мы установили баню Мабибу Она действительно небольшая Компактная С теплогенератором Это было одно из наших очередных развлечений Ведь мы приехали отдыхать Рыбалка это была, наверное, не знаю, второстепенная То есть мы получили наслаждение И, в общем-то, никто себе не ставил задачи наловить кучу рыбы К вечеру второго дня мы ее просто начали отпускать обратно в воду Сегодня ночью стукнул морозик Небольшой Забереги не замерзли, слава богу Но от лодка наш, наш катер выглядит вот таким вот образом Видите, лед, лед Все под замерзло Ну что, как утренняя рыбалка? Доброе утро, товарищи Вот, доброе утро Рыба на дне вся Идет процесс Одно из самых трудоемких и неприятных занятий Это чистка рыбы Это чистка рыбы Такое противное занятие Щука в щуке Разобрали щуку Там еще одна щука А внутри щуки то еще одна щука Итак, матрешка самая настоящая получается Что может быть прекрасней Одного из самых приятных звуков, наверное, или как Это шкворчащая на сковородке рыба Свежая рыба Это мы жарим щуку Щуку? Да, налим Сейчас, в данный момент у нас налима нету Это Викторыч готовит Готовит щуку Горит костерчик такой И как приятно звучит это Настоящая мелодия Настоящая сказка Ну что же На рыбалке зачастую Один из самых снимаемых моментов Это момент приема пищи Сегодня у нас жареная щука Момент настал? Да Это икра Икра, икра, икра Это икра с лучком Пережаренная Сергей Анатолий Викторович Сделал Настоящий шедевр Ну и мы сидим в палатке На улице задул ветер И немножко пошел снег А так все Остальное все просто прекрасно На улице пошел снег И мы вынуждены Приостановить свою рыбалку Никуда пока не едем Достали гитару Она у нас немножко пострадала Но играет Щука хвостом ударила Да, щука хвостом ударила Мы перекусили Решили направиться на источник горячий Для того, чтобы покупаться Помыться Хотя у нас своя баня есть Но все равно Какое-то внести Изменения в нашу Обыденную жизнь на рыбалке Парни пошли первыми Будут показывать фарватер Красивая весьма картина Три ложки Круто Несмотря на то, что она такая широкая Нельзя сказать, что она беспроблемная Здесь, видите, песочек Ну и тем не менее Нарваться на мель здесь Очень элементарно То есть надо знать фарватер Примерный Сейчас мы только все Как бы нарвались Вылезли с него И вот отправились дальше Да, зацепил Зацепил щуку Викторович, да Отличный Отличный экземпляр Видно Здоровая такая Вон какая щучка клевая Вот Викторович, молодец Хорошая, хорошая Вот рыбацкое счастье Да Вот это колоссально Здорово все вытащил Молодец, Викторович Молодец Добрались до зимовья Зимовье находится в месте Которая называется Шурин, да Здесь раньше была деревня В этом месте Здесь Видите, вот такая Обстановка вокруг Туалет, туалет Обратите внимание, да Великолепное сооружение Стеклянный туалет Стеклянный Классный Да Давайте заглянем В зимовье Товарищи постояльцы Просьба Крышу и навес Не разбирать ложки Вилки Ведра не уносить По возможности Оставлять сахар Соль Спички Муку Просьба Мусор И зимовья Выбрасывать Соблюдать чистоту Спасибо за понимание Хорошее объявление Давайте заглянем Что там внутри А внутри выглядит Это все Вот примерно Вот так Да Нары стоят Просто столик И Печка Печка Самая главная Печка На горячие источники Сейчас оттуда Вот мы будем идти Побритые Чистенькие Мы сейчас В термальных источниках Будем купаться Вообще Как бы если Так Девчонки Которые будут Сейчас смотреть Это видео Скажут Да е-мое Ну что эти мужики Где они тут Видят красоту Полуобгоревший лес Везде Какой-то мусор Ну вот так Вот мы такие Разные Действительно У нас Разный взгляд Девчонкам Нужны Белые полотенца Чистые простыни Песочек Желтенький Красивый А мужикам Вот Это вот Мужицкое счастье Лес Тайга Красота В горизонте Появилось Экзотическое место Мы узнаем Наших парней По ярко-оранжевой Сумке Выглядит это Примерно Все вот так Выкапывается Небольшая ямка И в нее Вот Андрей Демонстрирует Один доброволец Да Один доброволец Все остальные Понимают Что холодно Но Андрей Тоже делает вид Что вода теплая Да Андрей Ну как ваши эмоции Зашкаливают Андрей просто не мылся Давно Поэтому И надо было Хоть как-то полежать Вот сейчас Володя Володя тоже будет Сейчас делать вид Что вода теплая О нифига Вода-то реально Горячая Закапываться Пошел Ну что же друзья Я бросаю камеру И тоже полез Мыться Великолепное место Вода горячая Вообще ноги даже не держат Вообще красота Ноги-то уже Красные у вас Как рак Намылись Побрились В этом источнике И сейчас Чистые Помолодевшие Топаем Топаем Назад Идем Обратно На лодке И вперед Опять Искать ту Самую заветную Щуку Которая Исполняет Три желания Конечно Эти горячие Ванны Не только Приятны Но еще И полезны Поэтому Все Очень здорово Но А я Пока буду Заканчивать На этом В продолжении Своего фильма Я расскажу О нашем Героическом Поиске Тайных Проток Тайных Озер Рыбалки О создании Коптилки Холодного Копчения И других Очень много Интересных Вещей Так что До новых встреч Продолжение следует